Белая лошадь перепрыгнула через забор и поскакала по полю. Предложение, смысл которого вряд ли поймет ребенок с дислексией. Дислексик мыслит образами, но в русском языке около 300 слов, образа для которых не возникают. По большей части это вспомогательные слова, в том числе союзы и предлоги. Поэтому предложение про лошадь дислексик распознает так. Белая лошадь перепрыгнула забор, поскакала полю. Когда ему говорят, о чем ты прочитал? Он говорит, про поле, про поле. Это он уже все забыл. Дислексия – это нарушение чтения, логопедическая проблема. Такой ребенок может не различать звуки или путать буквы. Например, «Р» и мягкий знак для дислексиков идентичны, поскольку состоят из одинаковых элементов – палочки и полукруга. Все это выливается в неспособность прочитать текст или понять прочитанное. Разумеется, страдает и письмо. По большому счету это нарушение работы нашего организма, нарушение работы систем восприятия человека. То есть на каком-то этапе произошел какой-то сбой, и в дальнейшем нарушение именно чтения, нарушение овладения процессом чтения – это уже последствия вот этого сбоя. 15-летней Злате поставили диагноз в 6 лет. Усилиями мамы часть проблем удалось преодолеть. Но четвертных и годовых оценок выше тройки Злата в своем дневнике практически не видела. Нет, интеллект у нее, как и у всех дислексиков, в порядке. Но для того, чтобы задание выполнить, его надо сначала прочитать. Задание я не понимаю, например, какое задание. Ну, что от меня требуется. Вот, я делаю так, как я понимаю. Ну, и оценки не всегда хорошие выходят. Обязательный курс логопедии, вузовскую программу подготовки школьных педагогов в регионе включили лишь 4 года назад. Поэтому до сих пор некоторые учителя ставят знак «равно» между ленивым учеником и дислектиком. Мол, ты просто не стараешься. Хотя дислексия не такое уж редкое нарушение. Вот если у нас в классе по 30 человек, то в каждом классе по одному-два ребенка таких в середине года мы выявляем. Настоящее испытание для таких детей и государственные экзамены. В девятом и одиннадцатом классах. Дифференцированный подход к дислексикам, если и применяется, то только в процессе обучения. Учитель может при проверке письменной работы множество однотипных ошибок засчитать как одну. Но перед бланком с заданием на госэкзамене все равны. Наши зарубежные соседи, например, та же Норвегия, особенности дислексиков учитывают и при проведении экзаменов. Существуют определенные нормативы. Например, к времени экзамена добавляется 25%. Вот на 25% увеличивается время экзамена. Или, допустим, если у ребенка проблемы с чтением, значит, ему дается опросник, который распечатан более крупным шрифтом. Необходимо все-таки внести, видимо, на законодательном уровне какие-то нормы, которые позволят детям с такими нарушениями, в общем-то, ну, поставят их в одинаковые условия со всеми. То есть мы будем учитывать специфику такого ребенка. Скорректировать дислексию можно. Злата – яркий тому пример. Девочка достаточно бегло читает, разборчиво пишет и может пересказывать простые тексты. Но чтение в любом возрасте для дислексика остается тяжелым трудом. Поэтому их любимые профессии связаны со спортом, танцами и, как ни странно, кино. Вот и Злата, вдохновившись успехом дислексика Киры Найтли, тоже мечтает найти себя на экране. Ирина Ившина, Ольга Красулина, Денис Линчевский, 7 дней в регионе.